Мы стараемся с первого дня, чтобы детки находились именно с мамой, и мотивировать их на то, что без нее так не получится. Для первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и главы Ленинского округа Алексея Спасского рабочий визит в Видновский перинатальный центр начался с экскурсии. В 2017 году учреждению было передано новое здание, в котором разместилось отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Полтора килограмма, сегодня два месяца малышу ровно. День рождения. Мы вас поздравляем, что вы растете таким красавчиком-блондином. Практически со дня основания в 2013 году Видновский перинатальный центр имеет репутацию одного из лучших профильных медицинских учреждений, что в очередной раз отметила председатель правительства Московской области Светлана Стригункова. Качество помощи здесь, конечно, на очень высоком уровне. Не зря у нас из всех наших перинатальных семи центров, которые спал в Московской области, именно Видновский перинатальный центр занимает всегда призовые места в всероссийском конкурсе. Гости приняли участие в торжественной выписке, не важном для родителей. Жительница поселка Володарского Вероника Руденко имеет возможность сегодня обнять своего ребенка благодаря профессиональной работе сотрудников центра. Мы родились недоношенными 4 апреля весом 1,8 кг. А сейчас мы уже набрали 2,3 кг, и поэтому нас выписывают. Отношение персонала и врачей мне очень понравилось. Нахождение матери с ребенком очень удобное. А на улице уже начался праздник, посвященный как 9-летию центра, так и Дню защиты детей. Работу медиков отметили памятными дипломами и благодарственными письмами. Одним из самых трогательных моментов стало вручение символичных медалей детям, в которых выходили сотрудники центра. Впрочем, праздничные мероприятия не помешали высоким гостям обсудить с руководством перинатального центра возросшую нагрузку на учреждения. В Ленинском городском округе идет активное строительство новых микрорайонов и количество жителей увеличивается. Понятно, что нужно строить по-хорошему отдельный новый корпус, современный. Понятно, что стоит это очень-очень приличных денег, но тем не менее договорились, что после завершения сегодняшних мероприятий проведем еще рабочее такое совещание и выработаем дорожную карту. Несмотря на трудности, руководство центра смотрит в будущее с оптимизмом и ищет варианты решения нынешних и будущих проблем. Каждый год рожаем больше 6 тысяч детей, это раз. И мы с нетерпением ждем в ближайшую неделю, может быть, 10 дней рождения, 55-тысячного ребеночка. Мы сейчас проведем анкетирование, наверное, среди пациенток насчет ранней выписки. Когда им хочется дома оказаться вместе с ребенком, через 12 часов после родов, через 48, через 72 или позже. Посмотрим, что скажут на это женщины. Чем больше рожаем, тем быстрее выписываем, как вариант. Сейчас в центре работают более 450 сотрудников, среди которых 101 врач. Благодаря усилиям этих людей, многие маленькие граждане Ленинского городского округа получили возможность вести полноценную жизнь. С праздником! Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова